В борьбе с терроризмом важно грамотно скоординировать действия большого числа людей из различных структур. Речь не только о силовиках, но и журналистах, задача которых оперативно, а главное достоверно осветить эту тему. Для представителей ивановских СМИ и блогеров правоохранители провели выездной семинар, посвященный информационному сопровождению деятельности по противодействию терроризму. Наиболее часто мы сталкиваемся, вы сталкиваетесь с четырьмя, скажем так, уровнями. Первый из которых это уровень профилактики террористических и экстремистских проявлений. Второй уровень это уровень ситуационного реагирования ведомств на террористические проявления. Третий, назовем его так, это комплексное реагирование на преступления террористической направленности, и это комплексное реагирование проводится в рамках первочередных мер на территории муниципальных образований. И уже, скажем так, заключительный, самый высокий уровень реагирования на преступления террористической направленности это проведение контртеррористической операции, организации проведения которых ведает оперативный штаб в каждом субъекте Российской Федерации. Самое сложное в деятельности журналистов – грамотно подать информацию о террористическом акте, будь то захват заложников или обнаружение взрывного устройства. Все сведения представители СМИ должны проверить, удостовериться, что своими публикациями не нанесут вред обществу. Об ответственности за распространение заведомо ложной информации напомнила представитель прокуратуры. Ну, последствия в виде массового нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни и здоровью граждан, сбои функционирования объектов жизнеобеспечения и другие. Если мы говорим о штрафах, то для юридических лиц они могут до полутора миллионов составлять, то есть если это редакции или учредители СМИ, для граждан до 400 тысяч рублей. К счастью, на территории региона событий террористического характера никогда не было. Это в значительной степени заслуга спецслужб, которые занимаются серьезной профилактической работой. Впрочем, силовики всегда готовы оперативно выехать на место. В Росгвардии для этого есть мобильная взрывотехническая группа. В состав ее входит специалист взрывотехник, кинолог с обученной собакой на поиск обезвреживания взрывоопасных предметов. И если вдруг в нашем регионе в какой бы точке не был обнаружен взрывоопасный предмет, мы достаточно быстро и оперативно, вот именно хочу упомянуть, что только мы туда приедем, квалифицируем его, идентифицируем, ну и в зависимости от того, что мы с ним дальше делать, уничтожим или обезвредим. Задача силовых структур – обеспечить безопасность всех граждан во время проведения спецоперации. Пример привели сотрудники УФСИН. По легенде, двое заключенных совершили побег, добрались до промышленного предприятия и взяли в заложники сотрудника службы безопасности, завладев его оружием. Задача спецназа УФСИН – обезвредить злоумышленников. Был показан один из вариантов освобождения лиц, захваченных и удержанных в качестве заложников, вот на этом учебном объекте. Была показана работа таких групп, как альпинисты, взрывники, штурмовые группы. Основные требования к проведению специальной операции – это быстрота. Скорость в течение 10-15 секунд вся операция должна быть проведена. Рассказывая аудитории о страшных событиях террористической направленности, журналист или блогер не должен транслировать слухи и мнения из интернета и социальных сетей. В погоне за оперативностью и сенсацией четвертая власть, не дожидаясь официальных заявлений силовиков, начинает придумывать и фантазировать. Это противоречит не только журналистскому кодексу, но и закону. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ивановский район.